Всем привет дорогие подписчики и зрители канала Сместного Зарбабай. Сегодня мы посмотрим на игрушечку под названием Breath Edge. Игра от русских разработчиков. Это у нас такая с вами космическая выживалочка. Мы с вами будем играть за вот этого вот милого парня, который просто летел на похороны своего дедушки, но попал в круговорот событий целого космического заговора. Игра пока находится на стадии разработки. Выход назначен на сентябрь месяц, точно даты пока нет. И цена ориентировочной этой игры будет стоить 300 рублей. На старте игра полностью на русском. Спасибо большое разработчикам за то, что прислали нам ключик. И мы сегодня с вами посмотрим на эту игру. И скорее всего даже запилим полноценное прохождение. Потому что выживалочек очень мало хороших. А тем более еще от российских разработчиков и полностью на русском. Будет присутствовать очень такой хороший юмор. Я игрушку начал тестить, смотреть как она будет в записи. И мне прямо она так зашла. Посмотрим как будет дальше. Пишите обязательно свое мнение в комментариях. Понравилось вам игра или не понравилось. Хотите ли вы видеть дальше продолжение или нет. Но пока несколько серий мы с вами прохождение полностью запилим. Так что давайте начинать. Не забывайте, ребята, ставить свои лайки, писать комментарии. А мы начинаем. Всем приятного просмотра. Поехали. Итак, из режимов у нас пока доступен только стандартный. Самый лучший режим игры всего в меру. Дальше пока может быть из-за того, что игра не вышла пока недоступна. Может быть после прохождения основного сюжета. То есть основной сложности можно будет выбирать дальше. Ну а пока начинаем. Модные титры в начале игры. От создателей Матрицы. Чё-то не слышно никаких вестей. 22 награды. Есть у других игр. Поиски этого шрифта заняли половину времени разработки. Режиссёр здесь вообще не нужен. Команда Red Rain Software выступает категорически против курения, вызывающего громкие заголовки в газетах и другие заболевания. В связи с чем мы предлагаем вам заменить эту опасную сигарету в клешне робота на что-нибудь более полезное. Ура, цензура или нет, пусть курит. Я в прошлый раз оставлял сигару. Давайте в этот раз посмотрим, что за цензура. На что она, интересно, поменяет. На морковку. А вот и снова ты. Ты успеешь подумать, как нужно себя вести на допрос. Напомни ему R2-D3. Ты рассказать нам всё, что знать из самого начала. И не пытаться лгать. Подтверждать. Плюнуть. Сделайте непокорный взгляд и плюньте в рожу этого железка. Давай плюнем. Эй, хорош мутузить меня. Ты рассказать всё сначала или насилие. Ты сказать, что летит похороны на лайнер взорвать радикалы зелёной вселенной. Подтверждать. Ещё раз плюнуть. Эй, класс. Ну, хорош мне мутузить, а ну. Будешь бить, ничего не скажу. Ты рассказать всё сначала или насилие. Ты сказать, что летит похороны на лайнер взорвать радикалы зелёной вселенной. Подтверждать. Плювок был паршивой идеей, согласны. Но лучше расскажите вашу историю сначала. Непокорный взгляд можно оставить. Нет, плюнем. Ещё раз плюнем. Ещё раз плюнем. Хорош меня бить. Упырь. Ты рассказать всё сначала или насилие. Ты сказать, что летит похороны на лайнер взорвать радикалы зелёной вселенной. Подтверждать. Я могу ещё раз плюнуть. На тебе ещё раз. Клуб любителей БДСМ. Хорош меня бить-то, слышь. Ты рассказать всё сначала или насилие. Ты сказать, что летит похороны на лайнер взорвать радикалы зелёной вселенной. Подтверждать. Сколько, интересно, раз я могу плюнуть? На тебе ещё раз. Получай, робот. Он мне надоест уничтожить. Ха, серьёзно. Вот так закончилось наше первое прохождение с вами, друзья. Всё. Вот такая вот игра. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а на сегодня всё. Всем удачи, всем пока. Шутка. Шутка. Ладно. Интересное было дело. Но в следующий раз мы, конечно, с вами продолжим с того, что перестанем плевать и посмотрим на дальше, что будет происходить. Поехали. Ну что ж. Теперь давайте уже всё-таки мы ему расскажем, что на самом деле там произошло. Поехали. 2073 год. Где-то на затворках вселенной. Космический лайнер без названия. Здесь могла быть ваша реклама йогурта или ещё какой дряни. А вот наш дедушка. Со своей любимой курицей. Зелёная вселенная, брокколи атакует. Что-то пошло не так. Опа! Ооо, дед улетел. Вот это он разлетелся, конечно, на части. Брэйв Эдж. Глава первая. Затерянные в космосе. Ты лгать мне. Не могла быть логотип. Не могла смотреть на челнок из космос. Рассказывать правда. Подтверждать. Слышь, хорош меня бить. Я тебе рассказываю. Я автор. Я так вижу. Ну ты засранец. Продолжите ваш ни разу не прикрашенный рассказ. Окей. Ооо, жвачка. Ещё и курица. Приветствую. Я вождит в мире космических похорон, функционирующий в вашем траурном скафандре. Прежде чем мы начнём дальнейшее общение, подтвердите, что после удара вы всё ещё способны читать. И? Что тут мне хочешь? Прекрасно. Вы попали в нестандартную ситуацию. Всемирное похорон агентство Брэссиш гордится своей безупречной историей, но ваша смерть может привести к репутационным потерям компании. В связи с этим вам предлагается заткнуть утечку какого-то газа и выжить. Какого-то газа и выжить? Заткнуть протечку. Боже. Для затыкания необходим объект без сквозных отверстий. Да, спасибо, я понял. Так, взять жвачку. При подворе полезных предметов вы можете распихивать их по карману, называя это инвентарём, если угодно. Так, для доступа к интервью нажмите Tab. Ну давай. Вставьте жвачку из кармана. Перетащите жвачку левой кнопкой мыши на один из быстрых слотов внизу экрана. Либо найдите курсор мыши на жвачку и нажмите одну из цифр быстрого слота для привязки к нему. Ага. Закрутите инвентарь, нажав Tab, а затем возьмите жвачку в руки, нажав 1, 2 или 3, 4. Налепите куда-нибудь кроме лица. Давай попробуем. Давай, вот сюда вот подойдёт. Вам полагается поощрительная фраза. Это впечатляет. Вы почти победили. Помните, что траурный скафандр не предназначен для длительного пребывания людей и животных в космосе. Рекомендуется незамедлительно вызвать помощь по интерфону, улучшить скафандр или впасть в депрессию. Не, ну в депрессию мы впадать не будем. Это однозначно. Так, мы начали ходить с вами. Окей, хорошо. Что у нас здесь есть? Изучить. Типичный календарь с девочками. Мисс Сентябрь. Дед такой любил и бережно собирал. Помнится, в детстве Мисс Декабрь из дедовой коллекции обзавелась модными нарисованными усами, а моей заднице после этого подарили широкие полосы от ремня. Так, мы можем повернуть. Можем отойти, а можем взять. Ну, давай возьмём. Так, я не знаю, нафига он нужен будет, но ладно. Пока возьмём всё, что можно будет взять. Это у нас что? Это у нас туалет? У меня нет сканера. Система сброса отходов повреждена и функционирует в обратном режиме. Туалет может засасывать пролетающие мимо челнока объекты при переполнении бага. Для облегчения нажмите F. Серьёзно? Тут надо ещё попасть. Он сыт прям сюда. А как же открыть? Нет? Ладно, разобрались. Это туалет. Мне, по идее, надо сюда подойти, да? Что это у нас? Дорогое, нефильтрованное, тёмное, невкусное и безалкогольное нечто, выбранное дедом исключительно из-за этикетки. Хотя он всегда это отрицал и, сморщив лицо, давился этой бурдой. А что это такое? Глотни мечту. Курарык. Тёмное. Курарык. Ну, возьми. Так, это у нас дедушка. Одна из последних фотографий деда, не расставшегося с курицей до самой смерти. Он здесь себе очень нравился, и я не мог не поместить этот портрет в рамку. Тоже, в принципе, ничего нет, возьмём с собой. Не знаю, пригодится, не пригодится. Когда вы обнаруживаете новую схему предмета, она автоматически добавляется в память вашего комбайна на кухне, где при наличии необходимых ресурсов вы сможете создать этот предмет, вероятно. Да ладно. Спирт? Где у нас что-то имеется? Спирт. Хорошо горёт, убивает микробов, согревает организм или согревает микробов, убивает организм. Точно не помню. Точно не помню. Можно использовать, можно выкинуть. Здесь выкинуть, здесь выкинуть, здесь выкинуть. Что ещё тут имеется у нас с вами? Достижения. Это мы с вами выжившего, да? И этот, куб ценителей БДСМ. Окей, хорошо. Энциклопедия. Пока, наверное, ничего нет, да, у нас? Снаряжение. Предмет. А, есть. Спирт. Технический спиртовой раствор, применяемый для отмывания сложных пятен, обезжиривания туалетов и другой частищей деятельности. В критической ситуации можно промыть рану или использовать как топливо. Также отлично согревает при употреблении внутрь, что снижает вероятность обледенения шлема и начинает качать мир. Нахождение. Обломки челноков. Способ добычи крафт руки. Окей. И что-то есть по ресурсам у нас. Лед. Лед из разбитого катафалка вылилось немало различных жидкостей, включая питьевую воду. Встретить воду можно в виде кусочков льда или больших снежных шаров, разбиваемых ломом. Также лед можно найти в холодильниках, автоматах с газировкой, туалетах и разнообразных обломках. Нахождение повсеместно. Способ добычи руки. Лом курица. Щуп. И у нас еще какая-то есть щелочь. Если из астероида валит дым, то либо в нем жарят шашлык, либо это обломки щелочного генератора. Необходимо взять щуп, заснуть его поглубже в обломки и извлечь щелочь в необходимых количествах. Добытая щелочь хранится в специальных пакетах из ворса единорога или чего-то подобного. Нахождение на астероидах. Способ добычи только с помощью щупа. Окей, задача. Найти интерфон или впасть в депрессию. Заткнуть утечку кислорода. В этом моменте выполнили. Это все получается, что у нас есть. Да, это диалоги, детка, что-то другое. Да, что у нас тут еще есть? По снаряжению. Экипировка. Усиленный скафандр. Это то же самое, что обычный скафандр, только покрашенный свинцовой краской для большей моральной устойчивости к радиации. Не используйте при беременности. Хорошо, ладно, я это учту. Шлем. Если не учить в школе физику и прикрутить к шлему специальные свинцовые антенны, они смогут помочь в защите от радиации, хотя более толстое стекло будет еще эффективнее. Отлично. И предметы какие-то есть. Это у нас, опять же, спирт. Дальше у нас челнок. Прогулочный челнок круиз создан для коротких путешествий по космосу. Это у нас с вами метки. И энтерфон. Это у нас по задачам. Какие-то коллекции. Фото. Фото деда. Газеты. Это, получается, календарь. Что-то другое. Это бутылка. Все, что мы с вами нашли здесь. Хорошо. Пока, в принципе, неплохо. Пока мне нравится все. Что еще тут можем собрать? Давайте соберем все, а потом уже будем дальше смотреть. Изучить. Самое дешевое поло, которое литрами хлещет все настоящие космические волки. Неизвестно, из каких отходов варится эта жижа. Тем не менее, пиво отличается приятным мягким вкусом гудрона и ароматом свежего помета дикобраза. Чувак, пиво. Чувак, пиво? Чувак, натуральное. Натуральное пиво. Окей, возьмем с собой. Так, это у нас что? Физика в 50 томах? Серьезно? Редкое издание физики в нескольких томах. Говорят, тот, кто прочтет все 50 книг, станет человеком, прочитавшим все эти книги. Да, да, да. Окей. С собой возьмем. Так, фотографии всякие? Давай посмотрим. Курица предавалась в семье из поколения в поколение, но больше деда, по-моему, она не любила даже червей. Дед же всегда отвечал взаимностью. Окей. Это получается милаха. Взять, что у нас здесь? Вот всегда я был красавчиком. Борода, правда, не очень густая, была в детстве, но годам к трем все наладилось. Серьезно? Мужик 2030-й. Сродился с бородой. 5 килограмм, 13,02 сантиметров? Что это? Это к чему? Окей, возьмем. Что у нас здесь? Котенок. Кот Гарри, мой первый и последний домашний питомец. Гордый был котище, хороший. Даже курица его уважала, наверное. По крайней мере, доставался от нее чаще мне. Окей. Котенок взяли. Так, что у нас здесь еще есть? И тут еще какие-то фотографии. О, сколько тут фотографий. Мой дедушка, это не фотографии, это рисунки, да, у нас? Не знаю точно, когда я это нарисовал, но помню, что коллеги деда ржали как кони и звали его Алкаленин. Зачем он ее повесил над кроватью, загадка. Алкаленин. Так, здесь неудавшаяся рожица. Что у нас здесь? С днем рождения деда, мужик. Мое представление о звездолетах в детстве мало, чем отличалось от нынешних познаний. Этот шедевр я нарисовал лет в 6-7 и до сих пор горжусь. Окей. Земля, дом. Дед жить не мог без космоса, но дом он любил, сильно любил, как любой космонавт. Так, что еще открыть? А, это мой контейнер, где я могу хранить всякое барахло. Отлично, отлично, хорошо, с этим разобрались. Так, что тут у нас еще? Резина. Новая схема, утолщенная изолента. Хорошо. Я могу, в принципе, отдохнуть, я пока не вижу в этом смысла. Ешь, пей. Товарищ, береги свое здоровье и кислород. У нас тут еще имеется показатель. Сканировать у нас нечем. Это что у нас? Еще какая-то книга. Да-да, это она, та самая книга. Внутри у нее страницы, на страницах буквы, цифры. Мятые уголки и следы от жирных пальцев. Она пахнет книгой. Выглядит как книга и на вкус ничем не отличается от книги. Хорошее замечание. Книга без названия. Просто тупо книга. Так, это у нас что? Палка-чесалка? Новая схема щуп. Любимая дедовская чесалка с функцией хватания. Так, это у нас какая-то газета «Кусок правды» номер 23. Страница знаменитой, единственной новостной газеты «Галактики» «Кусок правды». Выпускается с незапамятных времен, отличается честностью, открытостью, хорошей впитывательностью и мягкостью бумаги. Что делает ее незаменимым чтивом после плотного ужина. Ну да. Почему неравномерен возмущающий фактор? Секрет долголетия. Знаменитая выставка автомобилей оказалась прикрытием брундуков-людоедов. Серьезно? Ой. Да, зеленовселенная брокколи атакуют. Чертовы бананы продолжают похищать моих коз. Кот-вампир терроризирует жителей Марса. Космический кота-фалк стартует. Тронкий заголовок, но вероятность крушения лайнера из-за террористического акта составляет 65%. Окей. Так, что у нас тут еще есть? Ткань. Новая схема рулон. А это у нас что? Нет подходящих предметов, это какой-то стенд. Допустим. Что тут у нас еще есть? А, еще нету несколько фотографий. Фотография с росписями лучших друзей деда. Оставшаяся со времен, когда они все шальной компанией устроили, как они называли, космическую Одиссею. Длившуюся почти год и занесшую их в черные списки большинства баров на обитаемых планетах. Крутые были мужики, никого уже не осталось. Да, жалко. Все альбомы дома забиты курицей. Портреты на темном фоне. Портрет на светлом. Общий план в дождь. Героическое сидение на стуле. Теперь эта семейная реликвия досталась мне и даже сбагрить некому. Что у нас здесь? О, так это ты у нас, да? Наш главный герой. Не стоило пускать мыльные пузыри в морду этой бессмертной пернатой. После этого забега меня хотели отдать в школу атлетов. В тот день я летел. Так, ни к чему хорошему это не привело. Окей. Хорошая фотография за два года до смерти деда. Этот пиджак его пережил, да и меня, похоже, переживет. 2064. Хорошо. Так, ну и что у нас в итоге тут есть? Схема дрели. Подобными схемами был завален весь дедов гараж. По ним даже хомяк сможет собрать себе вертолет. Было бы желание и крестовая отвертка. Окей. Дрель. Ну, а это, походу, комбайн, где мы с вами сможем создавать предметы. Правильно? Я так полагаю. Снаряжение. Инструменты. Щуп. Так. Это, получается, на меня нужна алюминий, проволока, батарейка, очищенный металл. А как его делать? Ну, окей. Мне пока ни на что не хватает. Ладно. Вроде бы разобрались с помещением, да? Нашли с вами инвентарь, куда можно будет складывать свои вещи. Здесь в момент непонятен, что за стенд. Но я думаю, с вами попозже разберемся. Ну и, в принципе, давайте подойдем уже сюда. Тут, кстати, дверь не открывается, нет? Вроде не открывается. Пить есть. Я хочу и пить, и есть. Надо уже как-то с этим разбираться. Что это у нас? А, подожди, еще что-то у нас тут есть. Гид по выживанию. Шуточный гид по выживанию. Записанный кем-то из друзей деда. Даже кадров из какого-то кино надергали. Не думаю, что подобные советы могут пригодиться, но если честно, ситуация у меня как-то до странности похожа. Даже курица есть. Окей, взять. А как ее посмотреть? Ага. Вставить кассету. Реклама. Отлить или не отлить? Космос опасен и непредсказуемым, как и... Выше... Че-че-че? В космосе вы можете остаться без сильнейшего оборудования в самый неподходящий момент. Действие неверное. Ха! Совет номер два. Попытайтесь удерживать все в себе бездумно тратно ресурсов. В смысле? Я просто тупо не спою отчитать. Это крафтинг. Действие неверное. Ха-ха-ха. О, сколько тут трупов. Понятно. Я убил курицу. Ха-ха-ха. Окей. Что-то еще... А, тут целый этот, блин, крафтинг, да? Может свой туалет. Вот это он, конечно, сыт. Ха-ха-ха. Конец. Ладно. Это было прикольно. А, это все с самого начала, нет. Вынуть кассету и выключить. Хорошо. Что у нас в итоге здесь есть? А, тут еще как-то всякие записки, блин. Записки изучить. Не забыть покормить курицу. Совсем забыл об этом. Похоже на Индию. Как-то так и не поинтересовался, откуда эта фотография. Ну, кстати, да, похоже на Индию. Лето 2008. Так, это использую. Пока подожди. Еще целая записка. 24-31-3-8-А-СО-ДЕД-ДОМ. Наш домашний номер. Дозвониться я, конечно, не смогу. Дать некому. Есть только тараканам привет передать. Тараканам привет. Ну, окей. Так, что, все? Давайте попробуем аппарат этот. Интерфон. Для отладки антенны придется выйти в космос. Для отладки антенны придется выйти в космос. Отлично. Интерфон сломан. Молодец. Молодец. Так, давайте посмотрим. Подожди, у тебя экипировка-то хоть есть? Снаряжение. Инструменты. Секатор. Щуп. Дрель. Но у меня ничего нет из этого. Ресурсы. Утолщенная лента, резина, металл. Металл пока мы с вами находили. Батарейка. Проволока. Алюминий. Ткань. Ножницы. И ресурсы какие-то. Очищенный металл и рулон. Я всегда читать не буду. Смысл этого я не вижу. Так, какие-то сообщения. А, это то, что он читает нам. Окей, хорошо. Ну и предметы, получается, то, что с вами мы находили. Да. Фото. Газеты. И алкашка всякая. Я могу это поесть, попить. Что-нибудь из этого. Я могу только выкинуть. А как меня заставить игрока, нашего героя, попить? Использовать. Жажда минус 10, температура плюс 25, опьянение плюс 20. Но мне пока не надо. Мне бы реально, на самом деле, попить. Ну, пошли тогда в космос. Обнаружен источник повышенной радиации. Вероятно, это центральное ядро лайнера. Будьте осторожны. В таком костюме радиация убьет вас мгновенно. Спасибо, друг. Так, это металл? В смысле разбить? Мне нужен лом. А, вон мелкий, да, могу собрать? Тихо. Собрал, не собрал? Так, у меня, кстати, заканчивается кислород. Очищенный металл. Не, подожди. Пока давай вернемся, а то у меня сейчас кислород закончится, я помру. Да я понимаю, что кислород не вечный. Я уже залетаю. Все, отлично. Хорошо, тогда надо бы сейчас сначала разобраться с антенной. А потом уже с вами дальше пойдем. Окей. Немножко игра притормаживает. Так, кстати, это что у нас такое? Разбить. Но у меня опять нету лома, на все это дело. Это тоже надо будет разбить, да? Да. Хорошо, я понял. Давайте пока летим к антенне. А, кстати, подожди. А это что у нас? Мелкий, да? Питательный какой-то набор. Блин, реально он пролетает очень быстро. Сейчас кислород закончится. Ах ты, блин, как же он быстро заканчивается, кислород, реально. Не успеешь выйти толком. Ничего не сделал, а уже все. Ну, к радиации пока мы тоже не лезем. Надо только понять, как мне попить. Пища. Мне нужен лед. Ресурсы. Очищенный металл. Угу. У меня надо таких 4 штуки. Вообще здорово. Вообще все здорово. Тогда давай пока сейчас все-таки пойдем по заданию. Потом уже будем дальше все это дело собирать. Так. Чинить, да, надо будет? Отладить. Потрясающие инженерные навыки. Вы ее доломали. Теперь не обойтись без специального оборудования и кодов активации интерфона, которые зашифрованы в памяти штурвала, если он еще цел. Окей. Так, сюда, да? Похоже на штурвал. Нужно попробовать подключиться к нему. И как? Отличная новость. Используя свой гениальный алгоритм подбора кузначных паролей, мне удалось взломать коды активации интерфона. Осталось собрать криптографическую станцию от ладки и перенастроить интерфон с этим кодом, что с вашими умениями займет. Помните, что вы все еще можете впасть в депрессию. Не собираюсь я никуда впадать. Мне надо кислород. Так, окей. Мне нужно пить, а я пить не могу. Мне реально ничего попить. Это что? Ага, свет. Выключим пока радио. Как мне реально попить-то? Вот это уже сложность. Мне не хватает льда. Но чтобы не был лед, мне надо лом какой-то найти. Либо сделать этот лом. Но я лом сделать не могу. У меня не хватает. Мне даже, по-моему, его нет в схемах. Так, снаряжение. Инструменты. Два металла и проволока. Отлично. Вообще здорово. Мне первым делом бы попить. Питательный набор. Голод плюс 25. А вот воды-то нет вообще. Что, мне придется делать? Спирт пить, что ли? А что иначе? Мне по-другому никак. Иначе я не выживу. Иначе я реально не выживу. Так, допустим. Так, это какая-то питательная жижа, да, у нас? Нет, это бутылка воды. Давай еще водички. Эй, стоять. Очень много всего разбросано. Но у меня не хватает кислорода на все это дело. И он очень-очень жестко летает. Так, мне не забыть, где мой дом родной. Да все-все-все, я захожу на место. Так, бутылка воды, да? Давай посмотрим. Вода. Жажда и лед. Окей. Создать. Из двух льда создается, да? Окей. Я могу, в принципе, еще и еду сделать себе. Питательная жижа и лед. И давай еще я сделаю себе еды. Допустим. По снаряжениям у нас ничего нет. По ресурсам надо четыре металла. Окей. У меня два металла есть, мне нужна проволока. Где ее взять? Я пока не знаю, как ее создавать, эту проволоку, да? Окей. Давайте тогда сначала поедим, а то мы сейчас тут помрем реально. Тридцатка воды. Голод утолили. И еще плюс двадцать пять голод. Мне надо, получается, еще побольше воды. Побольше воды набрать. Но давайте тогда мы с вами на сегодня закончим. А в следующей серии тогда уже продолжим. Пишите свое мнение в комментариях, как вам игра. Лично мне пока очень нравится. Я, наверное, еще подумал о чувствительности, потому что он летает очень быстро. И мне это не нравится. Я иногда просто тупо пролетаю предметы. Но я думаю, с этим разберусь с заказом. Так что на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами Базар Бабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.